Первоначально давайте мы начнем с того, что будем называть вещи своими именами. Мне непонятно, слово антитеррористическая операция не было понятно с самого начала. Антитеррористическая операция могла быть во Франции, после того, когда расстреляли 12 человек и 11 ранили. Но когда счет уже пошел на тысячи, и это уже нужно было называть войной. И называть войной должны были соответствующие люди, то есть вертикаль власти в том числе. Это первый момент. Поэтому, когда мы будем называть вещи своими именами, сразу поймем, что если есть война, значит мы должны стремиться к миру. Антитеррористическая операция не есть война, и к миру там стремиться нечего. Это локальная какая-то операция, которая должна быть завершена в короткий промежуток времени. Это так понятно. Второй момент. Что касается мира. Я недавно приехал из Варшавы, я вынужден был туда поехать по приглашению еще майданцев, поляков, которые были у нас на Майдане. И у меня были встречи с высокими людьми в Польше, и нужно было что сделать, почему туда ездил, уже как президент Европейской Азиатской Ассоциации Управления Проектами, для того, чтобы уяснить, а будет ли нам помогать вообще или нет. Это консультация факта, и это уже как военного аналитика. Помогать нам никто не будет. Проблема утопающих, дело рук самих утопающих. Будут делать бутафорию, будут делать еще чего-то. Почему? Потому что то, что происходит сегодня в Украине, в большинстве это политические процессы. И это тоже нужно признать. И признать нужно и родителям той девочки, которая находится в Донбассе, потому что у меня было более полутора тысяч беженцев на Майдане, через наши пять центров прошли, которые мы организовывали. Тут вопрос не в том, что это делали мы, а вопрос в том, что это должны были делать компетентные органы. И когда компетентные органы понимают, что там идет антитеррористическая операция, то мирное население оттуда, или война уже, должны были выведены. Это есть прерогативы. А непреданный брошен, оставленный без средств существования. Ну тогда нужно задавать вопросы тем, которые там есть. Поэтому у меня предложение было следующим. То есть давайте действительно не лгать. И не важно, какой канал что-либо сказал, фейсбук, информация. Информация есть везде. Нужно селектировать информацию и дезинформацию. А мы уже ею нанялись. В свое время я возглавлял военно-аналитический центр громадского штаба Национальной гвардии Украины. И мы давно говорили о том, что я уважаю пана Тымчака, я уважаю Лысенко, я прошу прощения. Но, ребята, давайте констатировать факт. Пусть соберутся военные аналитики, у нас там есть целое РНБО. Станут и сделают ответственное заявление. После каждого заявления от такого пресс-секретаря, военного атташе или еще там кого-то. И говорят, это неправда, это корректировка, а это засекреченная информация или информация с доступом ограниченным.